В Казанском федеральном университете стартовала международная научная конференция по алгебре, анализу и геометрии. Мне очень нравятся конференции, которые проводит Казанский университет. Так что я с большим удовольствием сюда приезжаю. Какие факторы влияют на стоимость продуктов? Экономист Казанского университета объяснил, как расшифровать тенденции продовольственного рынка. Цены на продовольствие в России, процентов на 45, зависит от динамики мировых цен. Какую методику разработали ученые Казанского университета, позволяющие обнаружить микро- и нанопластик в живых организмах? Таким образом, мы получаем уникальный спектр для каждого вещества. Всем привет! В эфире Универньюз, а в студии Елизавета Никитина. 24 августа в Казанском федеральном университете состоится прямая линия, посвященная особенностям нового учебного года – заселению студентов в общежитии вуза и приему иностранных абитуриентов. На вопросы студентов и их родителей ответит проректор по образовательной деятельности Тимирхан Алишев и директор департамента по молодежной политике Юлия Виноградова. В Казанском федеральном университете открылась международная научная конференция по алгебре, анализу, геометрии. Об особенностях мероприятия и не только в нашем сюжете. Основной целью конференции является привлечение молодых ученых, аспирантов и студентов к работе над современными проблемами в области алгебры, теории вычислимости, анализа и геометрии. Данная конференция проходит традиционно в стенах Казанского университета. Директор Института математики и механики Екатерина Турилова рассказала об особенностях проведения мероприятия. Особенность этой конференции также в том, что у нас будет очень большое количество пленарных докладов, которые будут посвящены как основным математическим проблемам в целом, так и проблемам отдельных разделов алгебры, анализа и геометрии. По словам Екатерины Туриловой, в конференции очно принимают участие порядка 180 человек. Это лишь те, кто подтвердил свое участие. Остальные участвуют в дистанционном формате. Здесь присутствуют математики из Новосибирска, Москвы, Санкт-Петербурга, Уфы, Самары и другие. Особое внимание в тематике конференции уделяется фундаментальным и междисциплинарным исследованиям и проектам, нацеленным на решение крупных прикладных проблем, имеющих практические приложения. Мне очень нравятся конференции, которые проводит Казанский университет. Так что я с большим удовольствием сюда приезжаю. Я сегодня читаю лекцию, с большим удовольствием это сделаю, поскольку Казанский университет – это известный центр в России, да и в мире по теории функций. Для аспиранта из Саратовского национального исследовательского государственного университета Рината Фарахуддинова это первое участие в данной конференции. Для него это встреча с коллегами для обмена научными результатами. Первый раз участвую в такой конференции. Очень интересно. Такие люди, известные математики, Юрий Леонидович Ершов, Расланов Марат Мирзавич. Очень интересно с ними пообщаться, посмотреть на их выступления, как они делятся своим опытом. Очень здорово. Отметим, что труды конференции будут опубликованы в виде полных статей специально в выпуске журнала «Лобачевский Journal of Mathematics», входящего в базы данных «Web of Science» и «Скопус». Елизавета Никитина, Фариза Хитаглы, Универньюз. Состоялась церемония открытия Международного военно-технического форума «Армия-2021» и «Армейских международных игр-2021». Участие приняли президент Республики Татарстан Рустам Миниханов и ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафоров. 25 августа для иногородних студентов Казанского федерального университета запустят сервис по подбору арендного жилья в Казани. Пару недель назад в КФУ состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между университетом ООО «Квартика» и Ассоциацией гильдии риэлторов Республики Татарстан. Напомним, что 25 числа начинается заселение иногородних студентов в общежитии Казанского университета. Это специально будет лендинговая страница в интернете. Ссылка на нее будет размещена на сайте университета. И я думаю, что мы в том числе сделаем ссылки в личных кабинетах студентов, для того, чтобы они получили эту информацию. Соответственно, зайдя, зарегистрировавшись, будет возможность увидеть все предложения, которые сейчас есть на рынке недвижимости, доступны для студентов в соответствии с этими как раз ценовыми категориями. И дальше уже студенты смогут делать самостоятельный выбор относительно вот этой работы в рамках вот этого сервиса. Как долго россиянам предстоит удивляться стоимости гречки и молока? Экономист Казанского университета объяснил, как расшифровать тенденции продовольственного рынка и какие факторы станут решающими для снижения цен. Весной россиян застало врасплох резкое увеличение стоимости продуктов. Цены на самые дешевые из овощей, картошку и морковь доходили до 130-150 рублей за килограмм. А продукты из минимальной потребительской корзины выросли в цене на десятки процентов. Динамика с июля положительная. По словам продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, в августе общемировые цены упали на 1,2%. Как эта статистика отразится на России? Цены на продовольствие в России процентов на 40-50 зависит от динамики мировиховцев. С чем это связано? С тем, что сельхозпроизводители могут продавать свою продукцию как внутри России, так и на международных рынках. Если цена на международных рынках начинает падать, то становится выгоднее продавать в России. Соответственно, больший объем сельхозпродукции пойдет на внутренний рынок. Предложение увеличится, и из-за этого, соответственно, цены начнут, естественно, снижаться. Снижение цен можно заметить уже сейчас. Сильнее всего подешевели зерновые, молочная продукция и растительные масла. Новые урожаи и правительственные меры по поддержке сельскохозяйственной отрасли могут привести к дополнительному падению стоимости товаров уже осенью. В Северном полушарии как раз сейчас у нас сезон урожая во многих странах. Соответственно, сельхозпродукция увеличивается в объемах, и это как раз приводит, то есть конкуренция между производителями, она приводит к тому, что цены снижаются. Также можно отметить тот факт, что с пандемией достаточно успешно борются у нас, опять же, во многих странах, сельхозпроизводителях. Большинство работников уже привито, и, соответственно, они могут работать в полную силу. А до этого весной были ограничения. Поэтому из-за ограничений объемы производства были маленькие, соответственно, цены росли. Сейчас большинство работников смогло выйти на свои рабочие места, производят сельхозпродукции, соответственно, объемы увеличиваются, цены начинают падать. На фоне этих факторов дешевеют и традиционно дорогие продукты. Например, стоимость красной икры начала падать благодаря хорошим прогнозам по вылову осетровых. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, скачки цен возможны внутри регионов и магазинов. Однако в целом по стране действуют механизмы сдерживания стоимости продовольствия. Ариадна Кугушева, Фарид Захитаглы, Универньюз. Ученые Казанского федерального университета разработали уникальную методику, позволяющую обнаружить микро- и нанопластик в живых организмах. Подробнее об этом в следующем сюжете. Полимерный материал используется сегодня повсеместно. Из них изготавливают приборы, предметы обихода, одежда. А поскольку синтетический пластик почти не подвержен биологическому разложению и в качестве вторсырья практически не используется, то количество такого мусора постоянно растет, загрязняя окружающую среду. По данным Всемирного фонда дикой природы, в мировой океан попадает около 12 миллионов тонн пластика в год. Под воздействием внешних факторов пластика измельчается и приводит к появлению микропластика. Это частицы размера менее 5 миллиметров. И нанопластик, это частицы размера менее 1 микрона. И таким образом они попадают в пищевые цепи и могут накапливаться в организме и приводить к ряду патологий. Ученые научно-исследовательской лаборатории био-нанотехнологии Института фундаментальной медицины и биологии Казанского федерального университета разработали уникальную методику обнаружения микро- и наноразмерных частиц пластика в кишечнике беспозвоночных. Она основана на применении темнопольной микроскопии и гиперспектрального анализа. Темнопольная микроскопия представляет собой особый способ освещения образца, при котором проходящий луч блокируется фильтром, и боковые лучи освещают образец, и при этом получаются частицы на темном фоне. В будущем уникальная разработка Казанского федерального университета поможет обнаруживать и оценивать количество полимерных частиц в окружающей среде, а также исследовать их распределение в тканях и органах. Диана Латышева, Фарид Захит Аклы, Универньюз. На этом все. В студии была Елизавета Никитина. Сюжет из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok